Да, все мы по большому счету расслаблены, в смысле парализованные страхом, ожидаем с моря погоды. Правда, в евангельской истории исцеление получал тот, который входил в возмущенную воду. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. А мы, напротив, травим новичком тех, которые воду возмущают. Мы в тюрьму загоняем тех, кто пытается шевельнуть за стоявшееся болото. Кстати, христиане апостольской версии были возмутителями. Господи, помилуй, тогда чекисты были не менее жестокие. Но и Павел с друзьями не лыком шит, умели ментов с носом оставить. Ненадяже их повлекли и Асона, и некоторых братьев, городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. И вот картинка. Как и тогда, великое множество больных, слепых, хромых и сохших нуждаются в освобождении. Они поражены болезнями всякого рода. Их дух сломлен. Души их отравлены ядом неверия. Смерть дышит им в лицо. Они нуждаются в исцелении. Их окружают гвардейцы, полицейские, чекисты всех мастей. Некоторые чекисты замаскированы под врачей. Некоторые под священников. Особо активным больным ставят диагноз «вялотекущая шизофрения». Чаще иностранными агентами маркируют. Таковых изолируют в клетке. Их не допускают к воде. Им читают лекции о вкусной и здоровой пище маститые академики. Пищи здоровой им не дают. Кормят похлебкой из новичка, настоянного на лжи. Случается. Иногда к ним пытаются прорваться посланники Иисуса Христа. Гвардейцы на чеку. Все попытки рассказать об истинном враче пресекаются мгновенно. Иегова объявлен экстремистом. Всех его последователей решено сгноить в тюрьме. Была попытка. Сам Иисус хотел войти в этот странный сарай. Какой поднялся вой. Какой разразился шабаш. Террор красный, террор белый. Кровь лилась рекой. Вылилась вся. Обескровленная земля. Обездвиженная. Изнасилованная. Парализованная. Сквозь грохот парадов и вой гиперзвуковых ракет проникает тихий голос Спасителя. Иисус говорит. Хочешь ли быть здоров? Тогда один парень выразил желание и получил свободу. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. Кстати, я тоже восхотел быть свободным и не пожалел. Так что давай, мой брат, пока не поздно. Решай. Господь зовет тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok